Ты драфты не видишь, ничего не понимаешь, но я ведь даже сказал, что после драфтов Луна Галакси должна забирать эту карту. Но это было только лишь, по моим ощущениям, от просмотра игр команд до этого, в прошедшем времени. Только хотел спросить тебя, смогут ли Луна забрать Бруду, ну, смогут ли морально снова забрать этого героя на ФП. По идее, если они реплей не смотрели, то они, может быть, не в курсе были, что происходило, и решили снова сыграть с Брудой. Но я не удивлюсь, если на этой карте на Бруде будет играть Довая Лама. Да, такая функция была, и мы вспомним прошлая карта. Дировка и Морф были в бане, как раз эти герои могли появиться. Может быть, если бы не было этих банов, тогда и Бруду бы все же перестали на третью позицию. Хотя в целом, в целом, вот ты говоришь, экспериментальный драфт, мне кажется, никакого эксперимента не было. Вполне рабочий драфт. Эмбер в центре, Бруда на кэрри, Тимбер сложный. Где эксперимент это? База? Оракл на саппорте сейчас. Где эксперимент? Ну вот зачем ты, к моим словам, пытаешься сейчас... Ладно, все, можешь не отвечать. А я тебе отвечу. Эксперимент в виде Бруды и кэрри, это не самый стандартный герой. Даже с учетом того, что мы его видели на мажорах, на Риаде. В частности, там Найтфол очень круто на Бруде исполнял. Скиттер тоже неплохо на этой Бруде играл до определенного момента. Но не получилось. Ого, на Андерлорду берут Альянс на первой стадии. Это меня удивляет. Что за Андерлорд? И сейчас Рубик, который залетает на восьмой, будет иметь хорошую игру. Всегда, в любой момент он может нажать буковку R на клавиатуре и левый клик на Андерлорда. Получить всегда крутой спел, будь то клетка, будь то файршторм и даже ульт. Все спелы у Андерлорда хороши. Вообще, с тобой согласен, да. Взять Рубика против Андерлорда это лучшее решение. И пока нам остается догадываться, почему Альянс открывает Андерлорда так рано. Неужели это такой прям тир-1 у флейнер? И Сфо не нашел бы на второй стадии себе аналог, если бы этого Андерлорда забанили. Любопытненько. Нага Сирена отправляется в бан. Возможно, как раз-таки ответ кроется в том, что Бистмастер в первой стадии улетел. И С4 не таким широким пулом обладает в данный момент. Хотя я очень удивлен. Обычно, если ты играешь тут 10 лет, у тебя очень много героев должно быть в пуле. Поэтому фишка старых игроков. Да, это сейчас молодежь славится, что там в пуле 5 персонажей. Хотя, мне кажется, 5 персонажей в пуле это вполне достаточно. Ну, ты ж не забанишь 5 кэри или 5 оффлейнеров. Да, или, по примеру, у Альянса 1013 даже 3 героя в пуле тебе достаточно. Я имею в виду бульдога. Конечно, конечно. Ну да, там такие герои были. Ну там же и стадия банов была другая, но я уже не вспомню, знаешь, какие стадии банов у нас были в момент Дота 2. И там постоянно менялись. Пока что банят просто жестких, агильных коров. Команда Луна Галакси, возможно, это намек на то, что пруда будет кэри. Плохие матчапы убирают. Но, с другой стороны, ТБ неплох против бруды на линии. Нага... Ой, против... Ну да, ТБ неплох против бруды на линии. Нага неплоха против бруды на линии. Возможно, это сетап под бруду тройку. Еще есть какой-то пэдди тролль, который неплох против бруды. Посмотрим, какой бан будет третьим. Что мы из этого сможем получить? Какую информацию. По какому герою ты в Доте скучаешь, которого нет в пуле сейчас? Есть такие. Может быть, Лондруид. Да, Лондруид появляется на центре от ниши, мы видели его. Ну хотя, да, ладно, да, это не совсем прям... Я бы не сказал, что он там совсем уж забытый герой. Сейчас забытый герой какой-нибудь пудж, можно сказать. Забытый герой Омник. Вот мне нравится смотреть на игры с Омником. Тем более, что какой-то... Все же билд на него имеется сейчас. Через шард, через саблю. Очень много урона наносит с помощью третьего спала. Но при этом его все равно нет. Какую-то, знаешь, он функцию не выполняет в игре. Он не дизейблит, не ловит, не особо танкует. Может нанести и бёрст урон в короткое время. Но и в принципе все, и защитить команду немного свою. При этом тебе надо наносить урон, и вроде тебе надо бы кланить. Как-то это не стакается. В концепции героя. Я еще на самом деле не понимаю, почему Абадона так сильно занерфили. Абадон Омник у меня, знаешь, какие-то герои с щитом всплывают, о которых я скучаю. Но Абадон, ладно, я могу представить каких-нибудь южноамериканцев. Кстати, у нас команда Бескост будет на Абадбумдаче. Такая вот новость. Ну, об этом, наверное, бы в анонсе видели, что будут и горячие южноамериканцы, которых мы увидим также и на The International. Ух, так, ну как-то вот вторая стадия тяжело пошла. Луна Галакси на первой стадии вообще бонус тайм не использовали. А тут ребята призадумались. Так не только они задумались, задумались еще и Альянцы. А против почти весь свой бонус тайм. Похожие баны. Снова Мипа. На второй стадии он также банился часом ранее. Да, я видел Мипа от Чарли. В принципе, неплохо было. Сейчас каждый уважающий себя игрок центра или легкой линии обязан играть на этом Мипа. Ну и даже на примере 33-го и, по-моему, GT даже во Флэнте герой ходит. Вспомнил ты 33-го, я почему-то про B33 вспомнил. Он сейчас стримит, да, по-моему, где-то. За какую-то команду. За Нигму. Вообще жалко, что такой игрок пропал с просцены. По сути, вице-чемпион The International 2016-го года. Да и не только 2016-го. Он занимал второе место в команде DC. И он занимал второе место с Нигмой на Инте. Второй Инд, который выиграли его G. В финале они играли с Ликвидами. С Ликвидами, да. Ты просто Нигма сказал, да-да-да. Ну да. И игрок просто пропадает. Ну, там, история, мы ведь помним Виху, которая играла в команде Альянс. Были определенные обстоятельства. Феникс для Альянс. И пока у Луны Галакси нет ни одного героя, который может бить яйцом. Ну, я бы так не сказал. Бруда с БКБ вполне бить яйцом. Ну, это, наверное, про любого кора Кэрри может сказать, что с БКБ можно бить яйцо. Но все же, наверное, ты не хочешь в Блэкинбаре ставить яйцо, долбить. А почему нет? Если ты в состоянии убить героя за это БКБ, обычно это стоит того. С другой стороны, тут можно посмотреть на то, что Батрайдер ловит эту бруду в БКБ, во время как она будет отцебивать яйцо. Ну, тут жестко. Смотри, яма, яйцо ставится, Батрайдер там летает. Может быть, здесь Снэпфайр? Снэпфайр ведь сейчас... Снэпфайр бани. Снэпфайр бани. Все, да-да-да, конечно, прямо перед Фениксом. И правда, подготовились Альянс. Остается вариант... Есть Мирана саппорт как вариант. Удивительно, что Снэпфайр вообще улетает на последний банн второй стадии, когда на тир-1 турнирах это Снэпфайр либо первый банн, либо первый пик. Очень сильный герой. И флекс имеет. И в целом кейли потенциал тоже огромный. И его плюс лишь рак. Нимбовая комбинация. Ну да, нам одна команда европейская это показала уже. При этом я не мог сказать, что снова нашелся идеальный герой под убийство яйца. Но окей. Да, и его лишь рак всегда хорошо. А вот какой лучший герой? Контре этой парочки. Вот ты можешь назвать там... Какой-то может аппарат, может быть какой-то дизраптор. Вот давай накиним. Я тебе назову, и ты мне скажешь вау. Ну давай. Это дровка. С аганимом. Ну... Ты должен был сказать вау. Полгода назад я бы сказал вау, а когда сейчас нужно купить аганим, а не аганим шарт. Все это измеряется уже не копейками, а предметом, который ты покупаешь там к минуте 25. Ну неплохо, да. Хороший вариант. Хороший вариант, но... Хочешь ли ты ставить дровку в бруду? Потенциально. Наверное не особо. Дровка никак вообще с паучками не справляется. Появляется имбер спирит. На лейнинге окей. Да, он постоит против лишрака в центре без каких-либо проблем. Но по игре ты не сможешь пробить этот хил, который его постоянно дает лишраку. Через spell amplification сверху, spell lifesteal, если у виспайс шарт. Ну как самый лучший герой. Станов пока маловато, луна галаксия, я бы сказал. Смотри. Только телекинез, по сути, стан лишрака. Я не всегда застан, считаю, попробую попадя. А в какого-то эмбера, так это вообще нереально сделать. От феникса я знаю два лучших спыла. Это А, хроносфера. И Б, это арена Марса. Арена Марса там защищает от рейнджовых снарядов. Там вообще никак это яйцо не убить рейнджовиками. Здесь же ничего подобного нет. Феникс пока что был пикнут просто ради феникса. Ну, кстати, Войт отправляется в бан. Однозначно был неплохой пик для команды Альянс. Но мне хочется увидеть дровку. Мне кажется, что линия получается феникс плюс дровка мне не очень нравится. Я с тобой соглашусь, но дровка может также быть с бэтрайдером. Бэтрайдер секьюрит любую линию. Он очень сильный, куча хп, очень хороший размен. Гранаты ему еще эти заходят. Просто супер. По игре как играть? Непонятно. У вас сяпики без станов. Пока у бэтрайдера не будет длинка инициации, никакой не получится. Я скажу в очередной раз. Даже несмотря на последние пики команд, эту карту побеждает Луна Галакси. Все. Я понял. Надо использовать схему рабочую, чтобы нас не увольняли двоих, кого-то одного. Я тогда за команду Альянс буду, независимо от последнего драфта. Так, ну что иллюзионист сразу мимо, да, снизу иллюзионистов там ЦК каких-то лансеров и прочих мы не рассматриваем. Я все-таки милишника хочу видеть какого-то. Какого-то милишника, у которого будет стан, который хорошо будет линию стоять как и с брудой, так и с любым другим оффлейнерам потенциальным. Пару вариантов накидать милишников со станом. Это ВК и Свен. И все. Кого из них берем? Нет, Свен в бане. ВК даже Папич на своем стриме ВК не взял. Пум-пум-пум. Вот и думаем. Чего берем? Так, а что, а луна-галакси? Ну мы с брудой пока запутались. Мы сейчас решаем. Ну они сейчас решают, куда идет бруда. В андерлорда. Может урсу взять, вообще не выдумывать. Нет, урса сейчас в доту не играет. Один-0 и фаер, и все, конец. Притом, знаешь, что смешно? Это ведь было еще в момент эпохи популярности этого героя. Когда урса пикался. Каждый раз я помню большую статью на Кибере. Там говорят, что вот. Не нужно пикать героев, которые контрят. Возьмите предмет. Я тебе отвечу на это. Вообще, когда-то давно нулифаер не пробивал БКБ. Потом сделали, что он стал пробивать БКБ. Это супер давно было. Ну супер давно. Но потом сделали, что Сакар Треликс стоит дешевле на 350. Ну да. И это сильно зарешало. I'm Jaggernaut. Такой вот пик все-таки бруда переходит на позицию 3, как мы и предполагали. Jagger на позицию кэри. Это хороший герой для Шадда. Шадд любит сыграть пассивно, пофармить аншентов, купить Battle Fury, побить крипов 30 минут. Мне лайфстиллер нравится. Это, конечно, милишник, как ты хотел, но опять же он без стана. И что ты лайфстиллером вообще будешь делать против бруды? Этот же герой вообще никак практически не стоит. Есть трой варлорд. Я о нем, знаешь, вспоминал где-то во второй стадии банов, что он неплох. На лейнинге против бруды. Да, тролль, наверное, один из вариантов. Это в какой-то момент, когда бруда еще была другая, когда пауки были пораньше, тролль это был чуть ли не лучший пик. Ты закидываешь топоры, тебя убить невозможно становится. И нам Ятор недавно показывал на Риаде, что тролль это рабочий герой до сих пор. На нем можно разваливать. И мне кажется, на Джаггера классно это получилось. Да, и против Джаггера неплохо. Ты не умрешь от его ультимейта, а там не слэша. Но я свой предикт уже сделал. Да, я понял, я понял. А стопать некуда. Да, я за команду Альянс в таком случае. Мне кажется, смогли Альянс найти вот просто жемчужину в своей стадии драфта, найти этого кэри. Может быть, это вообще был лучший вариант. Но я, конечно, конечно, команду Альянс, чтобы парировать тебе. Чтобы интригу сохранять. Да, да. Поэтому тут по-другому просто быть не может. Хотя сказали бы мне до начала игры, что Альянс 2-0, и я буду об этом самоговорить. Но я бы сказал, что сумасшедший, что ли, совсем. Альянс, команда третьего дивизиона. О чем тут вообще можно говорить? Команда, которая... Можно там говорить, опять же, что они будут играть. Нет. Я понимаю, что, скорее всего, тяжело все равно морально, когда столько проигрываешь, когда ты лузаешь на протяжении всего сезона собраться и играть. Ну, этому Максиму надо спрашивать. Я думаю, у него опыт большой в этом. Он расскажет, насколько сложно или легко играть, когда все проигрываешь. Я не знаю, о чем ты. Не знаешь, да. Я вообще в дот не играл до этого. Я так просто. А про абстрактного Максима говорил. Сам пробегал, да, где-то? Да, 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 да. Ну, так вернемся к команде Альянс. Быть может, это тот самый Last Dance, в который ты не верил, про который ты говорил. И магия того, что с них наконец-то падает ответственность. Они уже проиграли все, что только можно. Никто ничего от них не ждет. Да. Вообще все такие, типа, Альянс? Альянс. Ладно, давайте смотреть. Вторая карта. Луна Галакси против Альянс. Альянс пока впереди. Но могут закрыть эту серию 2-0. Драфт в целом позволяет это сделать. Ну и что, опять поставили в смоках варды. Да, но по коэффициентам тут почти без изменений. Хотя ладно, нет. 2-2 на Альянс. У нас, по-моему, до первой карты было 2,5. И 1,58 на Луна Галакси от Бэтбум. Также вы можете удвоить свой первый депозит на Бэтбум по промокоду ДАЧА. Вводите его при регистрации и смотрите игру вместе с Бэтбум. Ну что ж, у кого драка сильнее? Кстати, я бы не сказал, что у Альянса все плохо на рунах. Но у Луна Галакси все очень хорошо. И Джигернаут может закрутить. Лишрак там, станчики, бруда тоже сильная, если она возьмет Силкин Болу. Ну, не будет никакой драки. Спокойно забирают 2 руны Рэйдиан, 2 руны Дайер. И расходятся по линиям. Дукалис пошел не вардить. Судя по его направлению. Тут же на месте находится Феликор. Чтобы спокойно этот вард убить. Ну, отличная работа. Красавчики ребята поработали. И Дукалис может возвращаться. Да, но при этом, заметь. Приходится делать ТП Дукалису вниз. Очень далеко он был от своей линии. Ну что, в этот раз я не верю вообще. То, что Адзантик проиграет сильно мид. Нет никакой проблемы в этом очапе. Тут никто никого не закрывал. Да, прошлая карта все же пример был конкретный. Шедуфинды взяли, чтобы на центре уничтожить оппонента. Снизу атака на Шадо. Шадо уже без Бл Фьюри. Уходит, уходит. Но пострадал серьезно. Все же Андерлорд. В моем понимании Андерлорд очень простой герой. На позиции 3. Ну, я вот вспоминаю по себе. Не знаю, кого пикать. Берешь Андерлорда. Простой геймплей очень. У тебя много урона. У тебя есть постоянно нюк. С небольшим кулдауном. И ты еще и плотный сам по себе. Да, мне, когда я играл в команде эффект, на первый пик всегда пикали булку и смеялись. Ха-ха-ха, ну хоть на нем ты сыграешь. Такое было? Ничего плохого в принципе нет, Максим, поэтому... Мы и увидели Андерлорда на первой стадии очень рано. И при всех но, при наличии Рубика, но все равно ты можешь закрыть бруду. Ты можешь поймать Ио, который уже от тебя не улетит. Да, и в целом мы видели, как хорошо этот Андерлорд работает у той же команды GG. И имеет на нем 90% винрейта. Не просто так. Ну ладно, там в целом у команды Гладиаторов вообще все хорошо по винрейтам на героях. Потому что не все турниры выиграли, кроме Риада, в этом сезоне. Стрик немножечко у них испортился. Неплохо Чуан разменивается, притом дотерпел. Хоть и хп почти не осталось, но Боттл уже едет, поэтому ресурсы восстановят, руна воды и можно будет терпеть против Решрака. Никаких трудностей быть не должно, даже Денайти умудряется. В размен Рубика и Феникса забавно это выглядит. Мне кажется, они самые эффективные герои для размена 1 на 1. Тут убийства ожидать не приходится. Тролль. Аккуратненько по таверам. Давай лама будет показывать своему тиммейту, как нужно играть на бруде. Это время происходит на топе пул. Феникс отводит маленьких. Пару крипов ушло. Никак это Рубик не контестит. Что странно. С Фениксом можно размениваться. Он, знаешь, герой такой, который тебе в течение времени очень много оригена выбивает, но никакого берста у него, естественно, не имеется. Да, тут, я думаю, игра будет не быстрой. У тебя Джиггернаут, трой стороны тролль, два героя, которые могут Battle Fury купить и дальше фармить, фармить, фармить. В общем, по темпу не думаю, что будет самая активная игра. Только от мидеров можно ожидать. Лишь рак плюс Ио, ну и Эмпер там с любым плюс один. В остальном два кора будут сидеть на линии, а потом в лесу. Загадка у меня лишь в том, какой билд выберет давай лама на бруду. Будет ли он здесь играть через редклик, либо через ауры. Судя по ПТшке Квикбая, скорее всего, это будет бруда через саблю. Но я бы не сказал, что мне это нравится. Еще на то, что у тебя есть лишь рак. Это потенциально. Будет герой пост один. И есть Джиггернаут, который точно будет покупать себе БФ. Ну да, то есть Ио, конечно, купит Мекку когда-то. Но, возможно, на этом ауру и закончится. Да, но представь, здесь какой-то пайп купить. Просто все герои Альянс бьют магии. Кроме тролля. Да, и четыре минуты просто ребята бьют крипов. Атака была одна вот только что снизу. Джиггернаут раскрутился после этого. Сами Альянс вышли на этого Джиггернаута. Стан под руну Адзантик красавчик. А может быть, сейчас получится. Батрайдер нужна бочка какая-то просто шикарная. Адзантик очень быстрый. Ботинок есть. И в итоге остается Чуан с пустым ботлом. А будет боттл также здесь не было варианта. Батрайдер улетал вниз фонтана. Ну вот это уже неприятненько. Конечно, какие-то ресурсы еще есть. Но Адзантик себя на линии будет чувствовать чуть-чуть комфортнее. Боттл еще имеется. Стики, заряды есть у Ли широка. Обычно в такие моменты ты идешь забираешь баунтиру. Но баунти тоже законтролили, судя по всему, Рубик. Когда шел на топ, он еще и баунти забрал. Об этом Чуан не знает. Может только догадываться. И даже не пробует. Но с другой стороны, на него большая патч крипов идет. Много хапаун теряет. Ну а под глифом тут Адзантик еще работал. Умно сыгранно. Но Чуан, ну похоже, с таким билдом можно и на базу уже думать отправляться. Либо терпеть еще минуту. И надеяться, что с Аруны повезет. Либо саппорты придут на помощь. А у Ли широка также большие проблемы с регеном. Меньше половины хп. Но у имбера все так же печально. Может килл у нас на центре быть неожиданный. Да, Чуан придется идти на базу. Я не вижу здесь варианта как-то ожидать Аруну. Нужно уйти на базу. И уже как раз таки наоборот на преимуществе по ресурсам драться за Аруну. Ли широк будет послабее даже в случае перемещения саппортов. Тукалец улетает. Очень удобно на ИО играть против батрайдера. В случае атаки можно на Тизере тут же улететь на комфортное расстояние. ПТ у Джиггернаута. Раскручивается в крипах. Сво, по-моему, вообще плевать на эти раскрутки. Он под кюшкой стоит и фармит дальше в своем темпе. Ну да, на центре стоят ребята и думают, пока даже вы там на сайдах уже нафидите. Хоть кто-нибудь сделает ИТП, восполните банку и сейчас на преимуществе по ресурсам Эмбер должен будет забирать руну. Тем более Лишрак уходит на базу. Да, ну вот так разменялись. Мне кажется, очень все четко делает Лишрак. Понимал, Адзантик оставаться здесь это просто глупость. Ты можешь остаться без руны еще и в таверне быть. Руна снизу. Забирает ее Дукалис. Он разбил его. Молодец. Еще остается в живых. Ходит на тизере Лишрака. И... Видим мы первое соединение Лишрака с Виспом. Но я не думаю, что надолго. Должен Дукалис сейчас уходить в центра. Или под катапульту будут пушить. Но тут пушить нечем. Нет, для оболиков есть только катапульта. Сейчас пушная пачка. Пуш невозможен. Катапульта очень быстро. Чуан должен забирать. Глиф отсутствует. Как-то крипов этих подефать. Поэтому этот пуш не имеет вообще никаких шансов. Может быть Джаггернаут неплохо стоит 1-1. Это та линия, где Андерлорду ты уже не мешаешь. Джаггернауту не помогаешь. Лучше ходить по линиям, быть полезным. Делать стайки в конце концов. Джаггер все, если широком это может быстро профармить. Висп явно не о том, чтобы загнобить вражеского оффлейнера. Герой ничего кроме Ретфика не умеет. Никаких спиллов у него нет. Сейчас в С4 должно пойти все очень хорошо по крипам. Пабло ворует стаки. Пабло это стаки не для тебя были? Ну как минимум он здесь как минимум ворует опыт. Даже если сейчас Дукалис с Занчиком все зафармивает. Убивает. Ну большие крипы остаются. Пабло. Ага. Не все так просто. Нет, слушай, а добил это Батрайдер все равно. Файрфлайн. Хоть и Дукалис казалось идеально. Ювелирно по таймингам ударил. Молодец. Сделал на себя внимание. Эмпер в этот момент может фармить Лис-1. Помощь Ио собственного какого-нибудь не нужна. Да, ну и восьмая минута 0-0. Мне кажется вот это карта на олицетворение того, что мы видели час назад. Минут 40 игрового времени. Ну вот сейчас шанс на Ферзблат просто огромнейший. Телекинез Чуан идет дальше. Фисты через 2 секунды. Ремнант остается. Ну да, тут точно Ферзблат. Фисты и Ферзблат для Чуана. Должен Чуан при этом уходить. Ремнант в запасе. И все прекрасно видит и оппонент. Активная руна. Мидера Альянс. Половый виз подходит для Шраку. По ресурсам на топе должно быть все лучше. Улу на Галакси. Эту руну они должны забирать. Хотя Чуан можно попробовать сыграть на мувик и через фисты забрать эту руну. Даже не пробует. Но он уже пытался в прошлый раз. Там по-моему Дукалис выходил на руну и ее Денайл. Поэтому попытка была. То есть про такие фишки этот игрок знает. Много стаков. Вместо одной и с другой стороны. Но оно и понятно. У тебя Лешрак. У тебя Андерлорд. У тебя два героя с БФом. В будущем. То есть и Эншей и все остальное зафармить можно. Пока я Тверсблат в ровном счете ничего не поменял. Да, Эмбер немного в плюсе. Но это просто один крип. Джаггернаут, я смотрю, тогда вот его можно отметить просел по фарму. Три двести у Джаггера. Все же против Андерлорда, как я понимаю, с каждой минуты тяжелее стоять. Ты не можешь БЛАД Фьюри нажимать на каждую кьюшку. Да, конечно. И во время этого БЛАД Фьюри тебе может просто Андерлорд бить рейт-кликом. С большим количеством урона ты явно будешь терять лицо намного жестче. Давай ЛАМа начинает давить. Просто идеально набрал армию под шестой уровень. Ханскин на Икарусе. Как-то улететь, наверное, и потом на Санрея за карту полететь. Просто и нажать ТП. Пишки от Каори. Ну да, все. Это база. А база доты. Давай ЛАМа остается на линии 1. Что в любом случае хорошая новость, можно спокойно пушить. И все же ты был неправ, выйдя некоторые предметы. Будет Аура. Будет Пайп. Пайп здесь идеальный. Здесь смотришь на пик команды Альянс, понимаешь, что Пайп купить просто необходимо. И ПТ-шка в этом не помешало. Ну, знаешь, просто привык к Пайпу и видеть Арканы. А здесь решил немножко по-другому сыграть. Давай ЛАМа. Скорее всего, это правильно. Да, конечно, счет у нас не доты, а будто смотрим футбол. 1-0 на 10-й минуте. И в целом, в целом не так много видействий по карте в плане попыток выходить на киллы. Очень мало смещений мид, чтобы сделать килл. Максимум рун контроль и в панике все уходят назад. Адзантик играет под Рубиком. Руна и снова не везет. Но тут Дукалис. Дукалис уже не впервые может задонать руну, но не дотягивается. Да, Чуан это понял и пошел за руной. Буквально пару юнитов расстояния не хватило для того, чтобы добить эту руну. Да, ну и руна не самая эффективная. Давай, будем честны. То есть с невидимостью мало чего ты сделаешь. Ускорение. Возможно, одна из самых интересных рун. Хотя, не знаю, там ускорение-то ремнанты, волшебство и ДД. Все это может быть круто. Ханскин в атаке. Реально ли убить Бруду? А что это за атака? Феникс смог. А кто еще с ним в смоке? Ну, батрайдер с лассо. Батрайдер с лассо будет? Вот это уже другой разговор. Но даже в этом случае я не уверен, что урона хватит. Его нужно убивать под ульт тролля спокойно нужно забирать. Ну, топоры пошли. Файрфлай. Да. Все верно, ты говоришь. Но летит андерлорд. Яма. Бочка. С таким трудом. Похоже, без андерлорда бы не убедили. Да, да, да. Бруда бы просто убежала, ты прав. Это было... Это было очень забавно. Так что вот такая вот Бруда. А это еще ведь ауры только-только впереди. Посмотрим, что будет дальше. Нападение от Shadden на Espo. Кровавая граната прилетает от Зантика. Ответочка очень быстрая прилетает. И Альянса теряет своего оффлейнера также. И это было намного быстрее. И килл достается Шаду. Которому не хватает полторы тысячи ДБФки. Такие ранние киллы для Джаггера очень важны. Ему нужно разгоняться прямо сейчас. Потом у него проблем с фармал-крипов не будет. Дукалис. Куда давит? Че он? Как-то очень глубоко они забегали за Виспом. Он мог уйти. Спокойно на Тезере. В это же время погиб Ханскин на Фениксе. В соло от Бруды. Он мне слэш на готове. Не пробит через Унгвард. Ну да. Да. Урона и правда толка от этого у меня слэши никакого. Пока у тебя предметов нет. Яму забираю. Ну ладно. Мы уже говорили, Рубик. Рано или поздно будут забирать. Опасные спылы, чтобы там не было. Еще одна руна. Снова Чуан ворует. Укалис спокойно улетает на крипов. Все в порядке. У меня дежавю. Каждый раз руна спавнится перед Укалисом и Чуаном. И Дукалис не успевает ее разбить. Но разочек получилось. Пабло в спине. Есть Лассо. Андерлорд с ультимейтом. Нет. Пока ультимейт в кулдауне не может СО прийти. Да и СО должен прилетать ник-1. У Азантика очень мало хп, но есть Блэдстоун. Сможет ли он отхилить сейчас Тенштаб? Лассо. Подходит Эймбер. Азантик на горе оказывается. Давай посмотрим. Вполне вероятно, это будет фраг Азантик Телепорт. Яма в последний момент от СО. Азантика закрыли Азантик Стан. Чуан уворачивается. Блестящая работа от Мидера Альянс. И, конечно, блестяще вышел изначально Пабло. 2 в 1. Пабло потеряли. Рубик все же телекинезом. Фейтботом дотянулся. Но сыграно красиво. Мне нужны какие-то курсы повышения квалификации. Каждый раз, когда говорю, но никак он здесь не умрет. Через секунду лишь рак таверни. Бэф появляется уже и у Чарли вот-вот. Ну и Джаггер. Спину дышит. Идут ребята почти нога в ногу. Не считая, что у Джаггера ПТ, а у тролля Фейсбут в остальном. Билд идентичен. Да, ребят, напомним вам про крутую акцию от Бутбум. Вы можете делать ставки на турнире Бутбум Дача. Если вы сделаете их на общую сумму в 1000 рублей плюс, то сможете получить классные... Классный шанс получить классные призы, да, нужно поучаствовать в розыгрыше. Будет это игровые девайсы и, конечно же, фрибет от Бутбум. Поэтому кликайте на баннер по трансляции, там вся инфа. Делать свои ставки на Бутбум. Бэф от тролля. Есть ли Бэф от Джаггера? По Нетворсу они действительно очень близки. Да. Все. В этой игре наравне. Преимущество меньше 1000 золота за Альянс. И выход на убийством Руну. Под релокейт. Пабло, конечно, забирает Руну Мудрости. Также мне показалось, что забрал Руну Мудрости и Эмбер с другой стороны. Но нет, это было ДД. Руна Мудрости на стороне Рейден все еще лежит. Ну, поактивнее, конечно, играет Луна Галакси. Подключается лишь Ракс и О. Горит Тукалис. Чуан с ДД. А выйдет ли Чуан из драки? Под мега замедлением он был. Но уходит. Ну, в общем, да. Два мидера сейчас создают. Виски пишет на карте. Телекор тут на ДВАрдинге. Чуан. Ну, Феникс не так хорош, чтобы подключиться. Тяп. Все еще пока не понимаю, зачем был пикнут здесь Феникс. Нету хороших героев, против которых он лучом работает. Это обычно какие-то супертолстые герои с большим количеством ХП. Здесь же таких не было на драфте, когда его взяли. Еще и контрпик он получает в виде Джаггера. Да и Висп сам по себе с любым героем под оверчарджем это яйцо убивает без каких-либо проблем. У Ханскина должна быть тяжелая игра. Да, ну что и происходит в целом. Ханскин пока по нетворцу беден. Хорошо, что уровень есть. Пайп появился у ДВАйламы. Ну, это переломный момент. Вот этот пайп. Спокойно можно забрать вышку на центре. Хотя он здесь один. Один он ничего не заберет. Феникс отпушивает. Просто переехал ДВАйлама в центр. Блин, Куба Трайдера. Пабло, что похожие тайминги с Филикором в следующей игре. Пабло как раз может быть тем самым переломным моментом. Плюсиком, который даст Альянс драку в плюс. Супернова, чайные, подожди. Ну, это классика. И фисты. Я шутил. Да хватит уже, Максим, перестань. Ты что-то это вообще не веришь в команда Альянса. Я понимаю, что у тебя предсказание. Я стал релокейт. Я стал релокейт. Дальше Эйбер полетел. Чайные по двоим. Санрейт. И посмотри, как Ханскин жжет. Вопросы к Фениксу вообще есть. Помни слэш. Чуан. Чуан уходит. Фисты. Есть ремнант у Эйбера. Ремнантов нет. Эйбер умирает. Шат очень классно в драку ворвался. Немножко заигрались ребята. Хотя казалось, что можно убивать Дисех. Но по урону не вывозят. Тролль не так хорош, как Джаггер. Джаггер может выйти в Блэфюре. Что может делать Тролль? Только что ультимейт нажать. Пабло на блинкауте ушел. Башня на центре упала. Ну что ж. Игра, наверное, в ближайшее время сведется к тому, кто заберет Рошана. Есть хороший потенциал для этого у Радиент. У Дайера я такого потенциала пока не вижу. Релокейт на Батрайдерам. Блинк. Не нажать. Ну молодцы, молодцы. Играют очень круто. Луна Галакси. Очень активно. Давит карту. Тролль. А что он тебе видит? Вот Митрилхаммер. Окей. Минус Митрилхаммер у тролля. Ну ладно, это просто был Митрилхаммер для урона. Пока Блэкинг Бара нет. Небольшой перевес уже за командой Луны Галакси 2000 золота. И Джаггер, который до этого плелся в конце таблицы на Творцев среди коров, второй. Скоро будет первый. Хотя не факт. Лешрак тоже очень быстро фармит. Я думал, что Джаггер будет разгоняться, но тут есть с кем посоревноваться. Скорости фарма. Чо он. Телекинез. Ух. Я думаю, сегодня наш был шат бы сейчас нажал бы и добил бы. Да, один телекинез. Повезло. Сеншни Яшу покупает шат. Хороший выбор против Батрайдера. Всегда хорошо иметь пассивный статус резистанс. Еще можно надеяться на то, что ему упадет Тайтенс Ливер в третьем тире. И Лассо вообще не будет помехой, даже без какой-то боленки. Немного зачинили команды. Хороший процент на победу показывает. Дота плюс для Луны Галакси. Ну и в принципе, я согласен. Чо он может подставиться под Телекинез, если у Робика есть, но нет. Робику нужно украсть чины, и тогда этот килл будет суперпростой. Продолжается так из команды. Альянс пока в тени, но я бы сказал, Альянс очень неплохо карту фармит. По преимуществу не могут Луна Галакси оторваться. Там тысяча, две тысячи. Барахтаются они в этих диапазонах. Шат. Лассо. А хватит урона-то? Контроля нет. И это все еще у него нет Сенжа. Сенж просто не приехал. Ну тут без Хекса сделать нечего. Я так смотрю, или чего-то такого, или тролль должен врываться хоть что-то. Тролль, фашер, сетки. Против сеток Джайкеру делать нечего, если нет, манты. 138 на Луна Галакси почти три на команду Альянс от Бэтбум. А пока укрепляют свои преимущества и по котировкам команды Луна Галакси. Давай, Лам, очень хороший билд делает. Пайп и сразу Хекс. Круто. И так контроля оказалось, я говорил, что тут контроля вроде мало, а работа смотрю, ну телекинез, чайные можно забрать, лишь Ракстан, и уже думаешь, да сойдет. Учитывая, что Альянс с этим все намного тяжелее, преусловившего Джаггера Бэтфюри есть постоянно. Самое важное, что Бруда начнет выполнять функцию героя, который просто бегает по карте Хантит, под Хекс, Релокейт, Стан Лишака и легкие киллы. Активная оруда. В очередной раз достанется Чуану. Да. ДД. Хорошая руна, может быть, мы увидим атаки в ближайшие минуты. Если Джаггернаут активно подключается к процессу тимфайтов, то тролля мы до сих пор толком и не видим. Согласитесь, он в лесу. Но, может быть, он ждал вот этот предмет. Шад очень хорошо играет. Он просто перед врагами стоит под Т2-вышкой, на себя стягивает героев, а они ему сделать вообще ничего не могут. Дает спейс, дает инфу для своих тиммейтов. И главное, чтобы сейчас не подставился давай лама на бруде. Он уязвим. Да, у него есть пайп, но мы видели, как его убивают. Выход на Рошана, 20-ая минута Рошан снизу. Ну, команда Альянс-то совсем недалеко. Только стройка Мональя сейчас может утерзать или посмотреть, пока его побить. А время, время идет. Аккуратнее, может быть, Ханскин, почти умер от рефтекта терзателя, а также Пабло пострадал. Чуан забирает руну мудрости, Рошан все же упадет. И команда Альянс может только сейчас подозревает, что к чему. Да, подозревает, но слишком поздно. Рошан пал. Альянс могут остаться и подбайтить на СФО. Хотя, наверное, байт это слишком очевиден. А СФО-то плотненький. Отзантикса Эгисом. Наверное, нужно убить Дукалиса. Нападение на Дукалиса быстро отключает. Ио ловит Лешрака. А вот уже Лешрак без Ио это очень простая. Цельферикс или Киннес. Отличная работа от Рубика прямо в полете. Это могло быть идеальное яйцо. Ловит Андерлорда. Пайп есть, СФО, нажми Пайп. СФО. Улетает. Улетел. Ну, то, что Пайп не жмет, это, конечно, Пижон. Ну, вообще никак не могут драться Альянсы. После того, как они потратили лассо, нет возможности фиксировать героев. А урон у Луны Галакси огромный. Просто пассивный, из-за того, что Лешрак бегает рядом с врагами. Даже делать ничего не надо. Джесс фиксации просто по нулям. И правда. Яма такая штука, от нее можно уйти, там, на каких-то форстафах. Чины тоже, оказывается, не всегда надежной единицей. 7-7. 23-я минута, небольшой перифарм за Луны Галакси. Чуан, ДД заканчивается. Посмотрим, как Луна Галакси будут реализовать свое преимущество. Матрайдер, нападение на Рубика. Фаершторм забирает Рубик, это не то. Продают здесь Рубика. Кстати, был трик, Чуана забирает очень много денег. И в целом команда забрала больше семи сотен. Неплохо вышло. Аегис 3-40. Правильно ты сказал, будем смотреть, как Луна Галакси будут использовать свое преимущество. Экономическое и по наличию Аегиса. Это будет хороший показатель для сравнения двух команд. И можно будет предикт на третью давать уже более точно. Пока не особо я вижу каких-то мувов. Своеобразных для владения Аегисом. Спокойно фармят своих эндшетов в безопасной точке на карте. Скорее всего ждут просто Хекс на бруде. Есть ли уже Хекс? Нет. Хекс, судя по всему, нет. Но есть ли Кинез? Последняя надежда команды Альянс умирает. Батрайдер в таверне. Батрайдер, который раз за разом тащит. Ну ладно, смотри. 2000 остается. Тролль большой. Я все еще жду, когда тролль появится в игре. Жду этого момента. Эмбер приближается к Аганиму. Около 2000 остается нафармить. Грифсы и андерлорды. Как тебе СФО на этой карте? Сложно оценивать игроков, когда они играют в андерлорде. Это командный герой. Который требует хорошего тимплея. Каких-то хороших макропередвижений. Релокейт. На СФО. СФО с грифсами. С пайфом. Но поможет ли это хоть что-то из этого? Санрей, грифсы, СФО. Нажимает. Он не слэд еще. Попадает на Ханскина. Ханскин ставит Супернову. Зря. Или не зря. Яйцо падает. Потрасили на это ребята немного времени. Чарли в Блэкингбаре пытается выйти из тимфайта. Он даже не нажимает у тиммейта. И правда, какой в этом смысл? Драка против Айгиса. Все игроки Луны Галакси живы. Потому что я увидел файт рекаба посмотреть. У Виспа был огромный лотус. Он просто фулл хп себе отхилил. Нажав его. После Мекки. Да. Он действительно присутствовал. Ну такая груша для битья получилась. СФО вроде бегает, прыгает. Урон никакой не наносит. Да так же и Висп. Только при этом Андерлорд, наверное, отправился. А Висп выиграл очень много времени. На него потратил фокус Эмбер. Потратил фокус Тролль. И все БКБ. Тролль. Просто все, что делал, это бегал за Виспом. Да, если команда Альянс на прошлой карте суетилась, ждала у моря погоды, то Луна Галакси чувствует минимальный перевес и тут же заходит и ломает первую линию. Ждать эта команда не намерена. Бабочку Джиггернаута прямо в момент уничтожения казарм готова. Шива приближается к Лешараку. Рубик покупает Блинк. Много предметов ребята нафармили. Преимущество увеличилось до 5000 золота. Не так много, да, для команды, которая сломала бараки. Просто хороший тимфайт и хороший тавер дэмэдж имеют Луна Галакси. Само спокойно пошли и забрали бараки. Альянс только думает о том, как ворвется Батрайдер. Нажмет лосо. Это единственный шанс до сих пор. Все еще тролля нет в игре. Тролль много имеет денег, но насколько он бесполезен. В сравнении с Джиггернаутом, который подключился к процессу тимфайта с минуты десятой. Соглашусь с тобой. И той команды Альянс, что была на первой карте, здесь мы не видим. Как-то пытается играть Чуан, пытается играть Пабло, но Ханскина в игре нет. С4, по-моему, тоже отсутствует. Ну и ты уже все сказал про тролля, у которого не получилось в прошлой драке сделать какие-то киллы. И не знаю, как это повлияет на настрой будущей тимфайта приходить. Пропал Аигис. Можно сказать, что он был удачно реализован. Интересен, какой теперь план команды Альянс на Вижене. Очень круто, можно ворваться. С чего начать? Тоже, должен быть Дукалис, конечно. Врыв. На бруду решили. Телекинез тут же. Санрейм светит. Яма, умнислэш тут же пошел по всем. С Battle Fury, умнислэш, сумасшедший урон. Лассо от Рубикова Адлит, потащили тролля. Тролль с ультимейтом, успевает нажать БКБ ультимейт, но вгрызает от Телекора. Это очень плохая цель. Но Чарль не может выбрать другую цель от Зантик под Бладстоном. Дерется Пабло. Яма хорошая по трейм. Хилен Барс в стимфайт хилит. Он уничтожен только сейчас, слишком поздно. Ребята тригенили очень много ресурсов. Остаются игроки вчетвером против пятерых. Байбэк нажимает Феникс и Батрайдер. Эмбер погибает от рук Дукалиса. Тролль не способен драться. Я не вижу урона от него. Все равно он Трубика убивает порядка 3-4 секунд. Может не прокает его просто на сетке, поэтому тратит он супер много времени для того, чтобы убить даже Сяпика. Да, но хотя урон мы видим в целом от команды Альянс был нанесен ощутимый. Больше, чем та Луна Галакси на Хилен Вард. Он Хилен Вард стоял очень долго и хилил там по области 3-4 героев. По-моему, он в своей смерти просто упал. Никто его не фокусил. Хотя у Феникса есть возможность на Икарусе влетать. Давать рейдклик и спокойно отступать. Да, классика. Классика жанра. Вард, который ставит всю драку. Ты наносишь урон, но толку от этого мало. 10 тысяч перефарм. Чарли продолжает фармить. Хотя я до сих пор не вижу, что он предметов на урон берет. Вот смотрю, БКБ, БФ, Сажин Яша. Даже Монки Кинг Бар. Почему не Монки Кинг Бар дальше? Да, я, кстати, не знаю, что за Сатаник вообще на тролле. Зачем он нужен? Чё это за билд? Только... Только лишь для Диспела. Ну да. У него же стройный Сатаник с помощью ульта. Но Джаггер уже с бабочкой бегает минут 5. И чувствует и недостаток урона в целом. Ну и, конечно, как Джаггера убивать, это вопрос. Баш появился. Вы посмотрите. Что творит Шат? 7-0-4. Как останавливать такого Джаггернаута? Непонятно. У меня нет ответа на этот вопрос. Вряд ли... И у команды Альянс. Ответ присутствует. Очень сильно сомневаюсь. 27 секунд до первого спавна Рошана. До минимального. При этом в суперагрессивной позиции находится он на Галакси. Зажимают своих соперников на базе. Все 5 героев стоят и ждут, пока крипы просто к ним придут. к подвышку. Замечатель смог. Должны понимать. Ребята, из команды Дайер, что Рошан появится вот-вот. И если они его не законтестят, к ним просто придут на базу и сломают все здания. Рошан практически максимальный по таймеру. Не повезло Луну Галакси. Придется пофармить еще карту, посидеть. Это с какой стороны посмотреть, кому повезло. Если никакого пиков не произойдет от команды Альянс, то с удовольствием пофармят все это время Луна Галакси. Почему бы и нет? Они фармят больше крипов, они фармят лес, они фармят линии. В то время как Альянс вот только сейчас вышли со своей базы и осмелились пофармить эндшитов. Но, при том, мне кажется, у команды Альянс уже нет в плане заходить там как-то за Рошана драться. Игра будет идти чисто от ХГ, чисто через Батрайды, которые будут через Лассо притягивать противника поближе к Т4. Нежелательно, чтобы это была, наверное, Бруда. Да, цель хорошая. Бруду притащить и через тролли убить. Ладно, всякое бывает. Прошлая карта нам доказала, что камбэк может быть в любой ситуации. Хотя, я думаю, Луна Галакси здесь ждать долго не будет. Луна Галакси заберет свой Аегис и уже будут пытаться заканчивать. С таким же Гернаутом или Шраком нет желания фармить еще 20 минут. Да нет смысла ждать. Они сейчас сильны. Да, они будут также сильны и через 20 минут. Но нет никакого смысла. Они могут закончить здесь и сейчас и не дать командир Ленс нафармить какие-то ключевые предметы. Ну, тролль все же дофармливает Блэкинг Бар. Ой, Аман Киким Бар, конечно. Немного ему остается. Неплохой уровень у него имеется, в принципе, неплохой надворс. Для ситуации, в которой они сильно отстают. Ну, да, Чарли вот выбрать цель, чтобы подлосорили, какая-то Бруда прилетела, ты ее сотрешься МКБ очень быстро. Просто такого еще не было. Тролль как-то невокремя приходил или подобное случилось. У команды Рейдинг уже должны быть Форстафы, Гасты, Этериал Блейды. Хотя у Рубика ничего такого нет, у него есть блинг линза. Даже если Тро сейчас нафармит БКБ, да, он убьет одного героя. Этот герой вполне может байбекнуться, либо этот герой будет Саегисом потенциально. Шансов мало. Патрайдер из Массо, но нажимать на него... Там что-то на базе происходит у команды Луны Галакси. Там то Ли Эмбер летал, ну да, что-то вот такое происходило. Ушел Чуан. 20 секунд Рошана. И уже можно потихонечку стягивать свои ресурсы Луны Галакси на легкую линию. Чаггер на варде. Ничего не произойдет, никто на него напасть здесь не может. Тролль на него просто посмотрел и ушел в фармить иншентов. Агоним ущель, широко появилось. Как убивать, это же просто... Супер слот против тролля. Лучше придумать нельзя. А я бы не сказал так. А представь, что у тролля есть Агоним. И тогда этот Агоним для Шарка станет абсолютно бесполезным. Ты сможешь и себя задиспалить, и врага. Но в этой игре об Агониме речи нет. Как говорится, верим. Тут поверил, тут верим. Альянс хотят выйти, но не успевают. Эмбер остается с Еремнант, СФО. Выходит, СФО показал лицо, получил хекс, СФО. Как же быстро разрывают, казалось бы, танкующего андерлорда. Но у него не так много хп. И он, по-моему, пайп опять не нажимает. Нашал он. Сфот, все. Хотя стоп. Пайп и висит. Это, видимо, давай ламы нажал пайп. Он тоже не нажимал. Не, я понимаю, что это не поможет. Я понимаю, что это не поможет. Но я уже не впервые вижу, когда... Ну, выиграй две секунды. Дай дополнительные две секунды троллю пофармить. И Луна Галакси, скажем так, закрывает все линии, пытается, как тембер отпушивают, но по центру крипа идут, по нижней линии крипа идут, тем самым можно заходить на базу по любой из линий. Басо, поехал Лишрак, он с Айегисом, ману очень мало, зайти в Яма, не уходит. Яма была от Рубика. Еще непонятно, кто кого спас. Тролль, БКБ, ультиммейт пытается играть Лишрака, все это происходит под Тукалисом, просто подъем, бесконечная попытка нанести урон, выбивает Айегис, но ресурсы потратили чуть ли не все. Баш, суперрол взрывает, Джаггер оказывается встанье, это спасает тролля. Но ресурсы у команды Альянс в драке отсутствуют, все. Через 10 секунд еще Хилингвард будет. Только Андерлорд может как-то отспамливать, больше от спама нет. Глиф только в казарме, хотели нажать пораньше. Ну и что теперь? Джаггер может оставаться на пуш или Шрак, аналогично, стан мимо. Еще немного от спама от Андерлорда полетела бочка. Сможет ли кто-то убить Хилингвард? Будет ли этим заниматься Феникс? Ну опасно так влетать под эти ямы. А он не может. Да, под ямами влетать. Его поймают, и не факт, что на этот вард вообще попадет. Так, ну что? Сверху еще полноценная линия с башней находится. Азарма потихоньку падает. Нападение на Эмбер. Эмбер в яму попал! Как же обидно может быть! Стана для Шрака! Паш залетает, а Форстафи выталкивает. Под Хексом Эмбер умирает Эмберспирит, он с байбэком. Яма по троим. Да просто что творит бешеный Рубик? Он дает контроль лучше, чем сам Андерлорд это делает. О чем мы с тобой вскользь упомянули на стадии драфта. Насколько Рубик хорош в этого Андерлорда. На первой стадии взять его. Еще одна яма. Чуаня посадили. Стана для Шрака. Будет Хекс. Баш. Эмбер после байбэка. Мы это уже видели буквально 30 секунд ранее. Чуан уходит на базу. Покупается все, кто могут. Лассон или Шрака. Но вы спаете еще сыр. Сыр нажимает. Укалис Хелимбар стоит. Релакейт спасает Адзантика. Хотя в этом не было строго необходимости. Чарли нажимает ПКП плюс тиммейт. Эббиза. Закрывают тролля. Можно убить Лешрака. Или же нет. Живет под Бадстоуном. Не хватает урона. Обратно Релакейт возвращает Укалис. Адзантика на другую уже безопасную точку. Ну и тролль. Остается в этом тип файта чуть ли не один. Еще одна яма от Рубика. Все, Рубику уже лучше Андерлорда. Рубику сделал больше, чем Андерлорда. С совсем пулом способностей. Просто какие-то нелегальные. Количество урона. Количество ХП, которое восстановит Лешрак. Только он хидился сейчас в драке. И вот тролль с Ультой не смог пробить. По какой причине? Я не знаю. Шар Твиспа. Бладстон. Комбинация имбовая. Не зря с ней много.